сегодня я вас буду учить что надежда это не вера но потом наверное в последний день воскресенье я вас буду учить что кроме веры есть также неверие и если ты имеешь немного веры совсем маленькую веру но вот столько не вере это неверие тебе помешает чтобы твоя маленькая вера работала что не есть вера вера не есть надежда основа веры слова нет слова нет веры евреям 11 1 говорит вера осуществление ожидаемого и уверенность невидимом вера уверенность то есть есть вера твоя надежда становится уверенностью вера уверенность невидимом в третьем стихе говорит что невидимое слово есть нечто видимое и нечто невидимое это все видимое следствие невидимого бог своим невидимым словом сотворил все и слово стало материалом для всего этого видимого теперь если ты не имеешь слова от бога ты не имеешь веры основа веры слова от бога и мы только что сидели говорили например кто приходит последним все примеры на нем знаете это золотой закон вруер может сказать я верю что воро подарит мне машину и он верит я верю что воро подарит мне машину красный ferrari и он верит и он марии говорит я верю что воро подарит мне машину но если воро вруеру не обещал что подарит ему машину он не может верить его вера основывается на моем слове основа твоей веры божье слово если ты не имеешь слова от бога ты не можешь верить и слово от бога для твоей жизни если ты не имеешь слова от бога если бог не говорил тебе об этом не может быть веры без божьего слова то есть нет слова нет основания божье слово рождает веру вера от слышания слышание от чего фактически вера от слышания слова божьего или от чтения от слышания вера от слышания и если ты читаешь и в это время не слушаешь бога вера не приходит надежда может стать верой если ты думаешь если ты имеешь надежду что бог для тебя что-то сделает или ты ждешь или ты веришь но ты думаешь что веришь тебе что надо чтобы эта надежда стала уверенностью тебе нужно слово слово я верю что бог меня исцелит очень хорошо имеешь слово бог тебе говорил нет это не вера это надежда и чтобы надежда стала верой тебе что нужно взять слова бога ами нет слова нет вера потому что слово рождает веру слово творит веру теперь вера от слышания или от чтения вера от слышания божьего слова поэтому когда читаете божье слово возлюбленные в это время также слушайте 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 поэтому иисус говорит будьте внимательны что вы слушаете поэтому говорит преклоните ухо ваше к ослышанию говорит будьте внимательны что вы слушаете если ты слушаешь слова это слово рождает веру если ты весь день зациклен на новостях на фейсбук на youtube на инстаграм это рождает неверие слова рождает веру новости рождает неверие если ты концентрируешь свою жизнь на том что говорит этот мир что объясняет этот мир что учит этот мир зашли со стороны джермука зашли со стороны ишхана сара карабах отдают все никол пройдет карабах отдадут кочерян пройдет армению отдадут и люди весь день в этом знаете что происходит скажу на себе исследуйте вера уходит друг смотришь неверие пришло заполнило тебя наших утренних молитвах я всему этому учу конечно будет очень хорошо если вы присоединитесь к этой молитвенной группе называется слово веры и каждый день с понедельника по пятницу мы там делимся молимся на языках для назидания нашего внутреннего человека делимся словом и учим смотрите возлюбленные чтобы ты жил верой тебе нужно сфокусироваться на слове если ты не сфокусирован на слове сфокусирован на всем остальном кроме слова в твоей жизни поднимается и растет не вера а неверие неверие рождается от всего что противоречит слову вера рождается от слова иисус навин 1 8 говорит да не отходится я книга закона от уст твоих но поучайся в ней день и ночь тогда ты будешь успешен во всех путях твоих и будешь поступать благоразумно псалом 1 1 2 говорит блажен человек который не сидит совете нечестивых грешников и развратителей но в законе господа воли его и о законе его размышляет он день и ночь ты скажешь пастор но я работаю разными другими делами занимаюсь как я могу день и ночь размышляет сейчас я вам дам один принцип всего один принцип если вы этот принцип примите и научитесь ему если вы научитесь сегодня как слово поставить на первое место в вашей жизни и как размышлять над словом как думать о слове это слово размышлять это слово медитейшн медитация ты скажешь как у меня дела уроки вы знаете если вруер и мари ругаются друг с другом потом вруер идет на работу он опять таки идет на работу но целый день он ругается с мари но он на работе было дома дома с мамой ругаешься идешь на занятия и вроде ты на уроках но целый день ругаешься с мамой бывает нет то есть ты где-то что-то делаешь но твоя мысль в другом месте помните во время войны мы что-то делали и уже земли возвращаем решаем карабахский вопрос некоторые искандер запускают открывают код искандера так было у всех так было мы армяне такие теперь если ты можешь на работе на уроках о чем-то думать в течение дня когда голова свободно думать об этом думать об этом думать об этом значит ты можешь таким же образом думать о божьем слове или нет псалом 1 2 но в законе господа воля его и о законе его размышляет он день и ночь это псалом 12 и иисус навин 18 говорит день и ночь размышляет о божьем слове смотри и будет он как дерево посаженное при потоках вод которая приносит плод свою свое время и лист которого не вянет то есть успешный человек хочет сказать если ты весь день размышляешь над словом божьим ты успешный человек иисус наверно 1 8 говорит если эта книга закона не будет отходить от уст твоих и ты будешь держать ее в своем разуме твои пути будут успешны значит секрет успеха не бизнес плане секрет успеха в твоей медитации размышления над словом аминь но для того чтобы в течение дня я имел слово мне нужно утром взять его то есть ты не можешь так спать и так целых ночью ангел лукаш 16 46 ангел с кучерявыми волосами нет тебе что нужно тебе нужно открыть книгу и читать и читать внимательно и читать так чтобы слышать и когда ты читаешь какую-то главу не надо знаешь так ну будем читать каждое утро двадцать глаз я думаю что правильно библию прочитывать за год вам там слышно что за год надо библию прочитывать но я думаю что ты каждый день чтобы имел слово от бога ты можешь одну главу читать ты можешь сконцентрироваться на послание ефессианом у меня было два месяца в ефессианах оставался три месяца в колоссиана просто изучаешь берешь какой-то отрывок ефессианам 1 1 13 или продолжение молитву апостола павла и читаешь и там есть центральное слово и ты берешь этот отрывок или это слово начинаешь в течение всего дня размышлять сколько в течение дня наш разум бывает свободен сколько наши мысли улетают если мы научимся в течение дня сосредоточиваться на божьем слове думать о божьем слове мы будем успешны в путях ты скажешь мне нужно исцеление я тебе скажу тебе нужно исцеление тебе нужно слово от бога ты скажешь мне деньги нужны я тебе скажу тебе нужно слово от бога в начале слова и он 11 начали слова иоанн 1 3 все через него начало быть и без него ничто не начало быть что начало быть снова иоанн 1 1 начале слова иоанн 1 3 все через него начало быть и без него ничто не начало быть что начало быть То есть, если я в своей жизни вначале ставлю слово, давайте возьмем вначале так, просто, не будем усложнять. Начало у меня 8 часов. Начало дня у меня 8 часов. Давайте так возьмем. Если я у себя вначале ставлю слово, просыпаюсь, беру какой-то отрывок из Божьего Слова, читаю и начинаю весь день размышлять об этом. Это слово, о котором я размышляю, изменит мою жизнь. Смотрите, мы должны знать новости. Мы, как страус, не зарываем голову в песок. Мы понимаем, что происходит. Мы слушаем новости. Но, слушая новости, мы в то же время размышляем над Божьим Словом, а не над новостями. Не над Фейсбуком, а над Божьим Словом. Не над Ютубом, а над Божьим Словом. Аминь? Это важно. Если ты сегодня, после этой проповеди, научишься в день читать по одному. Одну отрывку утром. Потом, вечером, сколько хочешь, читай. Приходи с работы, читай, читай. Но утром возьми одну главу или один отрывок. Читай Божье Слово. И начни в течение всего дня размышлять, чтобы в твоем уме это слово крутилось. Это изменит твою жизнь. Аминь? Знаешь, сегодняшний день для тебя может быть очередной день, очередная проповедь, от которой жизнь не изменится. Но может быть этот день и это слово для тебя стать словом, которое изменит твою жизнь. Как слово меняет мою жизнь? Когда я только слышатель слова, Иаков говорит, не будьте только слышателями слова возлюбленных. Если я только слышатель слова, услышал и ничего не сделал, ушел. Люди 20 лет приходят в церковь, слушают, идут домой, слушают, идут домой, слушают. И их жизнь не меняется. 20 лет. Знаете почему? Потому что не исполняют услышанное. Теперь, что ты услышал? Ты услышал, что я учу каждое утро, читая один отрывок. И позволь, чтобы в течение дня твои мысли крутились вокруг этого слова. Если ты научишься так жить, то слово, которое ты читаешь утром, во-первых, станет откровением для тебя, во-вторых, изменит твою жизнь.